Рижская киностудия Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Смотри, Лаймон опять на заборе. Ну, Лаймон, теперь сыграй ты. Покажи, на что способны парумы. Не рабей, Лаймон. Играй. Папа, там наверху конфеты продают, ты же обещал. Сыграй, тогда получишь. Иедод вену. Папа, дай одну. Сыграй, тогда получишь. Ах ты паршивец, саксофон хотел стащить. Я только потрогать хотел. Папа, дуть. А ты знаешь, куда дуть? Узкий конец. Это он из уважения к твоему таланту. Я вас часто слушал, больше всего мне нравится дяденька-саксофонист. Как тебя звать? Йохан. Антон, не жмись, дай пацану попробовать. А что, неплохо. А теперь послушаем нашего юного пианиста. А теперь послушаем нашего юного пианиста. Это твой будущий конкурент, Харалд. Не встречал таких в Париже? Зря смеешься, способный мальчишка. Это сынишка Парумса, моя Аннита часто с ним играет. А вот и нет, он воображал. Как ты себя ведешь? Твой парнишка тебя переплюнет. Это тебе. Бери. Господин Парум, можно вас? Пожалуйста. Вам бы стоило учиться, и из него может выйти толк. Я в этом не сомневаюсь. Тут два адреса. Это где-то здесь. Пошли. Добрый день, господин Лазда. Я по рекомендации. Прошу. Моя фамилия Парумс. Я работаю на фабрике. Хочу сына музыки учить. Умные люди говорят, у него талант. Как тебя зовут? Лаймон. Слушай, а потом повторишь. Ой, яр, ты скоро сможешь поупражняться. Ну, Лаймон, а теперь повтори. Повтори. Может, ему лучше сыграть что-нибудь из своего репертуара? Лаймон. Лаймон. Лаймон, ты слышишь? Ты слышишь, Лаймон? Достаточно, Лаймон. Спасибо. Что я вам могу сказать, господин Парум? Или, может, вас теперь следует называть товарищ? Что-то барабанить он сможет. Но я готовлю детей, с которых выйдут музыканты. А с такими руками он может стать талантливым слесарем. Видите ли, музыка требует интеллигентности, музыкальной культуры в поколениях. Мой отец, к примеру, был простой человек, но он прекрасно играл и пел. Дурак. Вот видите, господин Парум, а у музыканта должна быть тонкая душа. Привет, хозяин. Мать! Мать, гляди. Почти за даром купил. Совсем сдурел. На кой нам два пианино? В доме и без этого не повернуться. Не шуми. Где деньги взял? Не волнуйся. Хозяева почти даром отдали. Они же уезжают. Где Лаймон? Лаймон! Живо слезай. Иди сыграй. Ай! Ты у меня вроде цирковой лошадки. Без сладости ни шагу. Без сладости ни шагу. Без сладости ни шагу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поехали Едем ДИНАМИ 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 Лаймон Парумс. Очень приятно. Вы здорово играли. Мы направляемся в Луну отмечать блестящий дебют. Платит маэстро Андрей. Пошли. Пожалуйста. Платит маэстро Андрей. Платит маэстро Андрей. Я слушала игру Вундеркинда Лаймона много лет назад в парке Аркадия. Ты была там? Была. Тебя не узнать. Только из ваших разговоров поняла, что ты тот самый мальчик. Это перс судьбы. В Аркадии было мое первое выступление, а сегодня ночь перед первым экзаменом. У тебя завтра экзамен. Уже сегодня. Тебе на свою окраину не успеть. Моя тетка уехала в деревню. Моя тетка уехала в деревню мира. Моя тетка уехала в деревне. Вот. Да, меня всегда считают моложе, наверное, из-за роста. Сколько же тебе? 18. Кошмар. Я 20-летняя старуха, соблазнила младенца. Ну, этот первый экзамен ты выдержал с честью. А что будет с альфеджо в консерватории? Хватит сил. Мне кажется, я еще никогда не был таким сильным. В голове такой приятный хмель. К тому же, это перс судьбы. Все будет хорошо. Который час? Ну, мы ждем. КОНЕЦ КОНЕЦ Дамы и господа, кое-что выяснилось. Не приняли всего троих, и сомнительная ситуация у Парумса. Профессор Лазда отказывается взять его в свой класс. Может быть, кто-нибудь и пожалеет? Чем же так недоволен, молодой человек? Будем знакомы. Профессор Брунайс. Парумс. А мы уже встречались, лет 15 назад, в парке Аркадия. Вы зачислены в мой класс. Может, не стоило меня жалеть? Надеюсь, из вас выйдет хороший студент. КОНЕЦ Ваш столик, товарищ Лазда. Здесь лучше, чем ты говорил. По-моему, я здесь уже была. Если и была, то не со мной. С тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Сыграй что-нибудь еще. На твое усмотрение. Братцы, врубаем джаз, настоящий. Я заказал это специально для тебя. Очень милый. КОНЕЦ 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 Гладь, не порозовеешь. Ненормальный, ты что? Это же полтинник. Потерпи, девочка. Лайман, как хорошо, что ты пришел. Анита умирает. Спаси ее. Лежит, не шевелится, словечко вымывать не может. Беги за скорой. Что ты делаешь? Ты же ее уронишь. Лучше откройте дверь. Извините. Вы правильно сделали, что сразу доставили ее сюда. Еще немного и было бы поздно. А теперь все хорошо, она пришла в себя. Завтра можно будет навестить. ПЕСНЯ 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 В какой палате лежит Анита Парума? Вон, в той. Спасибо. Здравствуй. Спасибо, милый. Где ты теперь? В нашей комнате или у мамы? У мамы. Как в консерватории? Хорошо. Я для тебя одну вещицу сочинил. Вальс. Хочешь, покажу? Спасибо. Но я в этом ничего не смыслю. Сыграешь мне когда-нибудь, ладно? Молодой человек, напротив палаты красный уголок. Там есть пианино, сыграйте. Здесь все будет слышно. И мы послушаем. А можно? Да, у больных тонус поднимется. Врачи еще спасибо скажут. Да. Да. Аминь. 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 Labdien, мамu. Здравствуй, mamā. Mamu? Mhm. Знакомься, это моя жена. Мы расписались. Ну так вышло. Ведь ты не выгонишь нас. Лучше бы об учебе думал. Приезжал твой профессор. Ты уже несколько недель не был в консерватории. Тебя и твою по собой их видели пьяными. Что из тебя выйдет? Входите. Милы, выпьем за успехи в учебе и верность любви. Адольф, ну чем я не ясновидец? Когда утром заказывал столик, наш друг еще был никем. А сейчас перед тобой чемпион балтийского мотокросса. Можешь поздравить Фреда? О, надо подумать о подарке. У меня есть недурное венцо, очень пикантное. Может разрешите мне самому выбрать подарок? Принесите что-нибудь на свой вкус. Главное. Вайдрикст. Можно тебя? Конечно. Не возражаю. Мне кажется, мы где-то виделись. Конечно, Фред. Там, с ним. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Принеси еще один. Привет, одноклассник. Поверю вас. Я тебя сразу узнал. Простите, что это? Джаз, старина. Джаз? А как его танцевать? А ну, кончайте. Кончайте это безобразие. Вы прекратите эту идеологическую диверсию. Или нет? Настоящее полицейское государство. Я тебе не Гриша, а старшина милиции Алексей Федоров. А вы нарушитель общественного порядка. Послушай, Лайман, может быть, тебе все же стоит бросить все эти рестораны и танцульки? Ой, Орлазда прогрессирует быстрее тебя. У меня нет такого папеньки. Профессор, объясните мне, чем Джаз может повредить социалистической культуре? А ты скажи, чем могут ей повредить Прокофьев и Шостакович, Ахматова и Зощенко и наш Александр Чак? Ты же знаешь постановления 46-48 годов. Все ясно. Спасибо за откровенность. Ладно, как твоя мама? Помогло ей лекарство? По-моему, это у нее от нервов. Сама себе здоровье портит. Дать тебя любой поседеет. Сама себе здоровье портит. Сама себе здоровье портит. Спасибо за Busan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Что тут происходит? Молодежь развлекается. Надеюсь, комсомольцы дадут должную оценку недостойному поведению своих товарищей. Я считаю, виноват прежде всего Парумс. Это он все начал. Мы его осуждаем. Осуждаете? О чем вы говорите, Датса? Это не случайность, а закономерность в эволюции Парумса. Пропуск занятий, исполнение сомнительного репертуара в сомнительных заведениях, выпивки. И, наконец, это какофония. Не какофония, а джаз, свинг. Но для вас это не имеет значения, профессор Лазда. Я вас понял. Это полная моральная деградация. Нет, студент, ничего, кроме топера, из вас не выйдет. Вам место в ресторане. Товарищ декан, я предлагаю исключить этого студента. Послушаем, что скажет Парумс. Ну, что сказать? Раз нельзя джаз, значит, нельзя. Обещаю не пропускать занятий. Думаю, Парумсу можно верить. Зря вы его защищаете. Впрочем, если вам доставляет удовольствие вытаскивать своих студентов из прокуренных кабаков, дело ваше. Зря вы его защищаете. Зря вы его защищаете. Зря вы его защищаете. Зря вы его защищаете. Не можешь заснуть? Ты истинный герой труда. Им и должен быть тот, кто хочет завоевать мир. Сперва собственную жену завоюй. Черт возьми, старая развалюха. Мать наверняка все слышит. Ничего. Будет у нас новый диван, да еще какой. А может лучше двуспальную кровать? Широкую, белую, чтоб я на ней тебя ловил, как кот-мышонка. Только вот деньги. Представь, фамилия Парумс на афишах. Сольные концерты. И сколько такой пианист может заработать? Я буду выдающимся пианистом. Даже известным композитором. Сколько раз исполняют твои вещи, столько копеечек накапают. Как из крана. Успевай только собирать, поняла? Еще бы, ты перешибешь Чарли Чаплина. Первый аристократ с нашей окраины. Нечего и хидничать. Сама мечтаешь о тряпках из журнала мод. А мне думаешь, не пойдет смокинг? Больше всего нам идет быть голыми. Угу. А, нет. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, действительно, прекрасное исполнение, профессор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мама, что с тобой? Равнять меня с этой. Чем она тебе помогла? С пути сбивала, вот чем. По ее милости, скоро совсем сопьешься. Мам, я сто раз просил не наговаривать на Аниту. Ты еще не знаешь, какая она. Ладно. Мама, иди сюда. Сядь, я тебя прошу. То, что я сейчас играю, посвящено моей маме. Сядь, я тебя прошу. Сядь, я тебя прошу. Ракурс, видишь где? Чао. Я побежала, ладно? Еще нет семьи, у вас уже закрыта. Хочешь поработать дворником? Хочешь уберечь меня от противных покупательниц? Лучше от своей мамы убереги. Пойдем. Есть шанс заиметь прекрасную двухкомнатную квартиру. Только придется немного помахать метлой. Я готова на все, лишь бы жить отдельно. Когда будет много работы, я ведь тебе всегда помогу. Посмотри. Видишь, где эта квартира? Те два окна без штор на втором этаже. А за стеной кинотеатр. Те два окна без штор на втором этаже. Слезай, Эрвань. Товарищ извозчик, не надо волноваться. У вас лучшая пролетка в Риге, она выдержит. Я маленький, и этот парнишка ненамного больше. Пьянь подзаборная, сопляки. Товарищ милиционер, заберите их. Слезайте все и катитесь к черту. Я вас не повезу. Старый псих, что мы тебе сделали? Я распускаю руки. Сидите спокойно. Укусил. Ах ты, сволочь! Выкладывайте все на стол. Выкладывайте, вам говорят. Вы тоже. Что, привязались к мальчонкам? Совсем сдурели. А ну только тронь меня. Ручки. Руки. Ну что, старшина, на отдых их? А теперь отведи их в место для размышления. Ручки. 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 Манас дзимтене смейтене тейтсан Драуги манас, Клусивия милла сиртс тебе смейтсан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, у меня есть настоящий мужик Счастливо оставаться Счастливо 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 Ты даже не спрашиваешь, почему я была в поликлинике? Ты считаешь, нам надо развестись? Ты приходишь и уходишь, уходишь и приходишь Прости, Лаймон Уже не имеет значения, прощаю я тебя или нет Хуберт, Лаймон хочет со мной развестись Мой друг совершит непоправимую ошибку Это будет самый мудрый шаг в моей жизни Хуберт? Оставь какой портрет Напиши лучше мой акт Не знаю, что получится Смотри, какая картина Прекрати, совсем рехнулась Ах, тебе не по вкусу? Так что ты нос воротишь? Прости Хорош, зараза Гляди За нашим столиком кто-то торчит Мое почтение Ишь, какие красотки Мы с ними Привет, Виллес Привет Привет, Лаймон Как-нибудь уместимся Добрый вечер, прелестные создания Хуберт Хуберт, ты можешь мне объяснить, что они играют? Закажи всем что-нибудь выпить Подойду к ребятам Так ведь нельзя играть Сынок, пусти как инструменту Ты что, оглох? С тобой паромс разговаривает Вали отсюда, пьянь Что ты сказал Я паромс Когда я здесь играл У тебя детка челюсть отвисала Топай, топай Посиди и все пройдет Я утопаю в твоих голубых глазах, детка Добрый вечер, детка Прекрасный сольный концерт Еще бы! Ой, Орлазда как-никак первый латыш лауреат конкурса имени Чайковского Такой молодой уже лауреат Такое утонченное исполнение Такие красивые руки Что за девушка преподнесла тебе Роза? Это секрет Смотрите, смотрите, смотрите Что ты скажешь, Зайга? Вот где он А я уже думал Ты исчез Заглянул в сортир Нету На улице нету Что с тобой? Тошно Два пальца в глотку и порядок Похоже со мной кончено Вы у меня сетку забыли Наверное Анита Анита Ты удивился, что я пришел с ней? Нет Знаешь Она надо мной издевается Но без нее Еще хуже Посмотри, ничего, девочка А одета как пугало Если ее приодеть, может получиться совсем неплохо Он узел Вали 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 Может, с гулянки? Я как идиотка метлой махаю А ты что делаешь? Уже сколько здесь живем, а ни черта нет Голые стены Где же твоя шикарная кровать? Где? Анита Горешка ты моя Убери руки Пианист На кого ты похож? Ты упарся здесь, Миля Ты еще пожалеешь Франк Матус В фильме Топер Автор сценария Таллы Валдисморгевич Режиссер-постановщик Роланд Скалминдж Оператор-постановщик Альгиман Тасмоцкус Художник-постановщик Гунарс Баллодис Композитор Олафс Эхала Звукооператор Нормонс Дейнац В главных ролях Ребека Катерина Эвро Анита Лиана Упенец Хуберц Петерис Лепинш Вторая серия Топер Альгиман Тасмоцкус Альгиман Тасмоцкус Девушки отдыхают Сержант Цирюльников, зачем вы демобилизовались? Командовать парадом легче, чем оркестром. Ищите другого дурака. Девушки отдыхают. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты наш латышский Тулус Латрек. Ты не подражаем. Пьедод. Извини. По крайней мере, останется память, что был такой кабацкий тапер Лаймунс Парумс. Был, да сплыл? Выпить найдется? Шнеблиц и лапш, седзерт нау груди. Зараем не ваяк. Что стряслось? Я теперь тоже свободный художник. Выперли? Нет, сам ушел. Выходит, я алкаш. Но любой настоящий музыкант поддает. Вид у тебя не больно, бравый. Ну, за твою свободу. Я буду писать музыку. Думаешь, не выйдет? А я все же буду писать музыку и стану независимым. И тогда всех этих чинуш и доцентов пошлю в задницу. У тебя много новых работ. О, здорово. В ней есть что-то испанское. Кто это? Это Янина. Да, чуть не забыл. Тебя мать искала. Жутко сердитая. Сказала, что ты простафиля. Не знаю, что она имела в виду. Ну, я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, как? Я чувствую себя как в раю. Завтра приходите вечером к нам домой. Выли да и Владимир. Я покажу вам мой сад. Хорошо, я прийду. Рыбака, я не могу остановиться! Приви в сторону! Рыбака, я не могу остановиться! Ну вот, ты не послушай меня, я тебе говорила, что здесь опасно, а ты... Ой, кажется, вывихнул ногу. Что случилось? Не знаю, надо же так. Откуда это одеяло? Это спальный мешок. Спальный мешок? Вчера, когда ты ушел, мама меня ругала. Для нее еще дитя, хотя и с дипломом. А утром я взяла мешок, сказала, что еду с интуристами на экскурсию. И потом буду спать у подруги. Потрясающе! М-м-м. 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 М-м-м! М-м. М-м. М-м-м. Это было бы здорово. Будет холодно ночью. У нас же есть спальный мешок. Ты заберешься, а я буду сторожить твой сон. И без ужина? Ну что же делать? Ну как, понравилась тебе Рига? Стоило приезжать. А? Все-таки две тысячи километров от твоего дома? Почему? Почему ты молчишь? Будь тут пустыня, мне бы понравилась. Пустыня, говоришь? Знаешь, пойдем в один оазис. Выпьем немного. Там такая атмосфера. Идем. Я устала. Я к себе пойду. До утра. Окей. До утра. 合струкцииλ. ЗОВОНОК. ЗАЕЛЬНЫ КОНЕЦКИЛИ КОНЕЦКИания, КОНЕЦКИЛЦКИДИЦКИЛИ Не знаю. Слышала, говорят, он был хорошим тапером. Первоклассный музыкант. Элегантно играет. Спился тоже элегантно. Слышал. Вот. А первоп mágico не убил. Темно, проверяем, поверьте. Как ты вкусно пишешь? Не мешало бы и водочку приписать? Ты говоришь водочку? Пожалуйста, спасибо, а ты? Ты выбрал Ребекку. Да, в ней есть что-то оточенное, аристократичное. Тебе можно верить, ты хорошо знаешь женщин. Скажи, почему мир на твоих картинах становится все более мрачным? Не знаю. Что-то влечет меня к этим тонам. Может быть, близится мир иной. Горбуны долго не живут. Не говори глупостей. Твоя жизнь, Лаймон, это и моя жизнь. Когда ты спишь со своей женщиной, я тоже с ней. Не в прямом смысле, конечно. Я, как дьявол, завладеваю вашими душами. Я или черт, или сатир. Как сказала одна госпожа. А когда я переселюсь в мир иной, мой смех будет звучать в твоей музыке. Ты станешь известным композитором. Это знает только я, Хуберт. С похмелья все это трудно понять. С похмелья все это трудно понять. Моя дорогая, уходи прочь. Ребекка! Куда ты пропала? За стиральным порошком ходила. Хочу постирать рубашку. А эту еще можно надеть. Запомни. Ты всегда будешь ходить в белых чистых рубашках. Ты же композитор и пианист. Я просто тапер. А я подумал, ты ушла и больше не вернешься. Ребекка! ПОДПИСМЕНТЫ 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 Я тебе ничего не говорил, неделю назад я развелся, начиная новую жизнь Со мной будешь только ты и музыка Больше не выпью ни одной рюмки, все, кончено У моего сына будет достойный отец Я заставлю их поверить в топера, лаймер и запарумса А сам себе и веришь? Женщина есть женщина Я пью ради публики Той публике, которой наплевать на все Нет, даранай Я так решил и так будет Любимая моя Я буду играть А они десятки тысяч будут слушаться и аплодировать мне Угу Господи, какой ты нетерпеливый Ты должен привыкать к тому, что я не смогу к тебе каждую минуту выбегать С утра пока с бумагами разберешься Потом в родильный зал Сегодня тяжелый день Тяжелые роды так измучились В рожденные патологии Ребенок мертвый родился Потом еще одни роды Смотри, чего это с ним Тяжелые роды так измучились Иди, не ломайся Иди, не ломайся Не пойду Цирюльников все равно не возьмет меня Оркестр уже два месяца без руководителя Только не исчезай Ладно Что он сказал? Подожди, а потом тебе все расскажу Блудный сын И что он здесь делает? А я, как видишь, все еще здесь Пока еще не вернулся в армию Может, я попробую с оркестром? О руководстве оркестром и не мечтай Можешь попробовать на рояле Но ни капли в рот У Лаймана своя программа Он нашел нового композитора И кто это? Увидите Нет, нет Не жми так Все хорошо, только думай, что ты поешь Лайман Лайман Продолжаем За кресло начальника зубами держится Следующую песню Лайман 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрати. 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 Это моя Янина. Благодарю вас. Спасибо, честное слово, мне неловко. Я пришел, дорогая. Ужин уже готов. Лайман. 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 Куш. Тише, я слушаю. Вот это мелодия. Сочинил один итальянец, а полюбили и слушают даже в Африке. А мы для своего народа ничего не можем написать. В нашем сортире музыка куда лучше, чем в нашей филармонии. Пуско, Брюнер, Эллингтон. Парад звезд. Волнуешься? Позвони Хоббартом. Что он тебе скажет? Это Парамс. Можно Хоббарта? Что? 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 Хоббарта? Ир Мирс. Хуберт умер. Не может быть. Татат. Он предчувствовал. Говорил, что горбатые долго не живут. Я тогда не обратил внимания. Был занят только собой. А он мне не дал уйти на дно, когда другим было наплевать на меня. Вселил меня в веру. Говорил, что ты будешь выдающимся музыкантом. Ты понимаешь, кем он был для меня? Пожалуйста. Нам тоже. Два кофе. Пожалуйста. Давно здесь работаешь? С тех пор, как мы разошлись. Надеялась тебя здесь чаще встречать. Но ты теперь не приходишь. Тебе кровавую мэрию? Нет. Два по сто. Хорошо. Перестань, Йохан. Вот видишь, все в порядке. Копается ты к другому. Что ты такой мрачный? Хоберт умер. Хоберт умер. Хоберт умер. Он еще на прошлой неделе заходил. А ты как? Нормально. Нормально. Новая жена родила тебе наследника. Ты же хотел сына? Оставим это. Извини. Пока. Привет, Йохан. Привет, Йохан. Привет, начальник. Не спеши. Ты твердо решил? Твердо. Ты опять пьешь и плохо играешь. До чего же люди меняются? Думаешь, я на поклон пришел? Сам знаешь, в кабаке я буду заколачивать десять раз больше. Интересно, что бы о тебе сказал Хоберт? Оставь Хоберта в покое. Мне нужно качество, результат. За все надо платить. Постарайся меня понять. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Значит, выпьешь коньячка? Спасибо, мне кофе. Ты чем-то расстроена? Ерунда. Кофе что-нибудь взять? Да нет, булочку. Принеси кофе, пожалуйста. А пирожных нет, солистке надо фигуру беречь. Я больше не солистка. Как? Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Лайман молодец. Он далеко пойдет. Уже идет. Его пригласили в концертное турне. Выходит, он считает, что эта новенькая... Как ее звать? Она лучше тебя? Не волнуйся, Мара. Ты все равно лучшая певица латышской эстрады. С тобой будет рад работать любой ансамбль. Поняла? Любой. Ты же первая взяла его песню. Мне пора. Это ты его вытащил с окраины на эстраду. Что обо мне говорить? Да. Он большой музыкант. Субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он комплектует оркестр как футбольную команду. Не знаешь, у кого он перекупил эту солистку? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Пил слишком много, оттого и дрожат. Макар. Добрый вечер. Лаймони. Да? Мне предлагают работу с переводчиком. Это еще зачем? Кто я для тебя, прислуга? А чем плохо быть прислугой? Почитай газеты. У нас всякий труд в почете. Тебя занимает только музыка. Как мне не трудно, я пытаюсь тебя понять. Но я тоже хочу жить. Я ведь живая? Я по бабам не хожу, я работаю. Подожди, ну куда ты? Прости меня. Нам дают новую квартиру. Скоро сможем переехать. Что же ты молчал? Ты все-таки странный. А я... Я не верю, ты. Я не верю. Я не верю. А я не верю. Я не верю. Ты что, с ума сошел? Немедленно в постель. Мне через три дня мюзикл сдавались. А тут эта дурацкая простуда. Они подождут, ты должен беречь себя. Видела бы ты, как работал Хубарт. Лучше почитай, я тут отметила. Спасибо. Пожалуйста. Ребекка. Потрясающая новость. Впервые за 15 лет в списке самых популярных композиторов года нет Парумса. За это стоило бы выпить, а? Прошу вас. Как вы просили, мы уже связались с Александром Петровичем. Вы пробовали пирожные? Очень вкусные. Да, да, да. Наши фирменные. Ри-цене. Ри-цене? Запомнился? Очень. Спасибо. Пожалуйста. Извините, перед вашим отъездом необходимо составить протокол. Я надеюсь, ваш отзыв будет положительным. Да, да. Спасибо. Да. Извините. Робы. Отломанных. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, сегодня среди нас, за этим столом, находится известный, любимый всеми нами композитор Лайман Парумс. По вине которого мы сегодня на столах не увидим совершенно ни капли спиртного. Но мы надеемся, что он возместит нам эту утрату и что-нибудь исполнит. Давайте попросим. Аплодисменты Аплодисменты Глазо. Пармодисменты Глазо. Ученые. Замечательно грязно. Хорошо. Спасибо. Это из последних вещей, Лаймонеса? Да, недавно закончил. Не дурно. Не пойму, кто из вас большее приобретение для общества, Лаймон или вы? Не ломайте голову. Наибольшее приобретение вы у Эрлазда. И это гордость нашей эстрады. Вы же умная и интеллигентная женщина. Как вы допускаете, чтобы с его именем и славой он был гарниром к бифштексу? А вы что здесь делаете? Во всяком случае, не то, что ваш муж. Мой муж тапер. Но такому утонченному пианисту этого не понять. Что с тобой? Что случилось? Что случилось? Просто плохое настроение. Молодой Лезды. Молодой? Мы с ним одногодки. Он сказал, что ты гарнир к бифштексу. Пошел он знаешь куда? Он не понимает, что ты топер. Это твое единственное призвание, единственная любовь. С каких пор ты стала философствовать? С тех пор, как встретила белого клоуна. И поняла, что буду всегда с ним милой. Молодой Лезды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничего, отвлекает только. Наконец-то издали Хоберта. Через столько лет. Вчера открыли его выставку. Я был там. В основном портреты Лаймана Парумса. Тебя там тоже хватает. Сегодня ты точно такая, как на портретах. Интересно, а какая она теперь? Кто знает. 20 лет не виделись. Завтра надо бы съездить к маме на кладбище. У отца ты тоже давно не был. К отцу в другой раз. Да и машина барахлит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, жители бить никогда не... О, явился паром с младшим. Не сердись, сынок. Я не хотел тебе говорить. Знал, что шум поднимешь. Я 10 лет один, а тут встретилась хорошая женщина. Нынче свадьбу играем. Ты шутишь, папа? Какие шутки? Я еще хоть куда. Такая женщина за вдохляканье пошла бы. Пойдем. Подожди, отец. Я сейчас вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позовите профессора Брунайса. Он занят. Скажите, что звонят из комитета по культуре. Здравствуйте, учитель. Говорит Тапер. Приглашаю вас на нашу окраину поимпровизировать, как раньше. Лаймон, у меня нет желания. Как желаете, учитель. Говорит Парумс. Это Мелания? Это Ялайман. Йоханс дома? Йоханн умер. Еще пять лет назад. Пьяный замерз. Извините. Добрый день. Почем ваши гвоздики? А сколько возьмете? Давайте все. Здесь же больше пятидесяти. Я-я-я. Боже мой. Вы желаем он Парумс. Милды, это Парумс. Так сколько стоит? Нет, нет, платить не надо. Милды, это Парумс. Наши цветы, все. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый композитор, мне столько не надо. Это все стоит три рубля. Трояк. Поздравляю. Папа, познакомь меня со своей новой женой. Спасибо, Лаймонд. Знакомьтесь. Очень приятно. Что же делать? Иди с ними. Иди с ними. Иди с ними. Субтитры создавал DimaTorzok Оркестр гостелерадио Эстонской ССР, дирижер Тиннис Кирвит. Субтитры создавал DimaTorzok Оркестр гостелерадио Эстонской ССР, дирижер Тиннис Кирвит. Субтитры создавал DimaTorzok